Добрый вечер. Сегодня у меня в гостях Александр Иванов, вице-президент Ассоциации Российские Автомобильные Дилеры, которая на слух гораздо проще, как аббревиатура звучит, РУАД. Саша, здравствуй. Добрый вечер. А тема разговора у нас совершенно удивительная. В Москве проходит выставка, называется Интеравто. Она в большей степени сконцентрирована вокруг комплектующих, аксессуаров и носит такой определенный поддерживающий характер к дилерской деятельности автомобилей. Нельзя сказать, что это второстепенно, но тем не менее это не всегда основное. И целая выставка, посвященная в основном болтам, гайкам, натиркам, притиркам, клеям и краскам. И тем не менее, будучи основным автомобильным событием в российской действительности в этом году, выставка поражает одной удивительной премьерой чисто автомобильного свойства. У нас на глазах зарождается новая звезда, которая вполне возможно, ну я в это не очень верен, но надеюсь, но вполне возможно через какое-то время станет частью нашей автомобильной повседневности. Потому что именно на выставке Интеравто дебютировала невиданная в нашей стране, но хорошо известная фордовская серия F. Фордов – это те самые знаменитые американские пикапища, ну аналог нашего 130-го Зила, но только в более человеческом виде, которые мы обычно называем для краткости Ford F-150. Хотя они, конечно, и 250, и 350, и даже не побоюсь этого слова 450. И если поглядеть совсем глубоко, то там и 550 тоже найдется. И вот именно здесь, именно сейчас вдруг предстали эти форды. В основном их продвигают у нас частные лица, катаясь по нашей стране на рапторах. Раптор – машина завораживающая, мимо нее пройти невозможно. И часть покупателей – это те, кто просто не устоял. Нельзя сказать, что им это нужно для дела, для жизни, для хозяйства. Но как можно было бы пройти мимо раптора? Пошел, купил, поехал. И с тех пор счастлив. И несколько лет тому назад глава представительства Ford в России объяснял, что политика не подразумевает здесь вот этой исконно американской модели. И страна у нас хоть по размеру и подходит, но по всему остальному не особо. И дилерской поддержки здесь не напасешься. И представить себе перспективы продаж как-то не особо это радует. Поэтому к чему затевать, может быть, такие локальные продажи? Но нашлась часть энтузиастов – американцев. Которые пришли и сказали, а мы хотим попробовать Россию на зуб. И что интересно, американцы ведь люди, которые работают по правилам. А с кем можно в нашей стране договориться об этих правилах, узнать эти правила? Проводник-то кто? И проводником как раз стал Руат и вице-президент Александр Иванов. Ну да, я просто в двух словах, может быть, поясню чуть подробнее, о чем идет речь. Речь идет действительно о… В первый раз у нас выставляется серия пикапов Ford. Скажу в двух словах, что это лучший пикап Америки на протяжении уже 20 лет с лишним. И, конечно, удивительно, что, казалось бы, продукт, который настолько популярен… Додж только что по этому поводу стиснул зубы и выразил молчаливое несогласие. Ну окей, они, конечно… Шевроле, кстати, тоже сильно рада так почесала затылок, сказал, а, казачок-то видать. Ну окей, я в этом смысле совершенно нейтральное лицо, просто это некая данность. И если страна с похожими габаритами, включая нашу Аляску бывшую, любит такие машины, то почему бы, скажем, у нас, наше население их тоже не полюбит. Да наши обожают, только дайте. Только дайте, да. И цену, если можно, такую, чтобы не как за КамАЗ. Я вообще думаю, что, наверное, конечно, есть экономическое обоснование того, что этим не занимались, там, не знаю, официальные представительства Форд или, там, скажем, данный Крайслер тогда еще, и сейчас Крайслер, сейчас Фиат, так далее. Крайслер попытался в свое время, у нас, по крайней мере, Дюранга продавался официально, а это тоже самое накрытое кузово. Это тот самый старый Дюранг, не тот, который сейчас нынешний легковой Гранд Чироки на независимой подвеске, а родной Дюранга, будь здоров, с какой балкой сзади на рессорах. Ну, понятно, что продукт все равно интересный, да. И игнорировать это как бы вообще, вот эту любовь к большим машинам, я думаю, что связано просто действительно вот с, ну, нашим менталитетом, потому что... И размерами страны. И размерами страны, и просто подход такой вот. Я слушал буквально реакцию вчерашнего там вот одного из представителей, который говорит, ну, хорошо, а где же, почему же я могу эту машину купить? Я, точнее, могу ее купить, но мне надо как-то все это делать через какие-то там специальные каналы, какие-то там, не знаю, серые схемы и так далее. Я хочу купить его в обычном режиме. И как раз-таки вот эта вот выставка, это, по сути, ну, некий такой первый шажочек, пробный шар, для того, чтобы протестировать рынок вот этими энтузиастами из Штатов, которые, ну, по большому счету, много чего слышали про Россию, и не только о том, что это страна, там, Достоевского и Пушкина. Медведей и алкоголиков. Да, 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 да. По большому счету, просто для них это попытка перенести вот любовь к этим пикапам сюда, потому что они считают, что здесь достаточно много людей, которые эту любовь разделят и готовы, так сказать, начать, ну, по большому счету, инвестировать в этот бизнес, для того, чтобы это наконец-то превратилось, ну, в некую официальную реальность. Слушай, откуда они взялись? Вот эти американцы, они там, в Америке, они кто? Это компания, которая занимается, ну, по сути, доводкой пикапов и других машин до продажи на экспортной рынке. Таких компаний, конечно, достаточно много. Переведи на русский язык. А это что значит? Ну, скажем... Суфорд не готов к тому, чтобы можно было торговать в разных странах? Ну, предположим, да, предположим, сейчас возьмем... Пулемет надо поставить, только либерный? Нет, если мы, скажем, возьмем вариант вот их первого опыта с Китаем, то в Китае тоже есть там свои оранжевые фонари, там какие-то свои тоже спидометры и так далее. То есть нужно было подвести машину под стандарты китайского рынка для того, чтобы начать их продавать. И у них на это ушло пять лет, чтобы начать уже такой полноценный бизнес. На амологацию или на то, чтобы лампочки вернуть? Нет, это, конечно, не полноценная амологация, потому что объемы маленькие. Конечно, для компании уровня Ford заниматься амологацией машины с продажами, не знаю, в 3-5 тысяч машин, это очень тяжело. То есть, погоди, минуточку. Вот эта фирма в Америке, она не является дилером, она является конторой, которая работает локально по доводке машин. Или они дилеры? Нет, это независимый дилер. То есть это дилер, потому что они покупают официально машины, то есть им продают по дилерским ценам и так далее. Но их клиентура не внутренний рынок, а внешние рынки. Вот рынки Китай, Корея, острова и так далее. То есть это экспортный отдел, только частный? Да, по сути так. Там, где Ford не считает нужным приходить на рынок, туда приходят вот эти люди за свой страх и риск. Да, абсолютно верно. И здесь, в общем-то, ну, конечно, надо просто снять шляпу, потому что это, конечно, вот та самая категория интерпренеров, которые берут на себя все риски. Это риски и незнания страны, языка, обычаев, особенностей и так далее. Но, тем не менее, дух такой у них есть, на мой взгляд, которого нам в какой-то степени не хватает. Просто засучить рукава и что-то сделать. И, по сути говоря, у нас на глазах происходит некая такая вот сейчас история, которая, если все срастется, то через какое-то время, через несколько лет мы можем говорить, господи, это же вот у нас же на глазах все начиналось. Практически в этой студии. Вчера был у них первый день, а сегодня второй день. Вот уже потихонечку выходим в народ. Да, и я почему-то, не знаю почему, я, может быть, силой моей, так сказать, внутренней ментальности, я очень верю, что пикапы приживутся в России. Они должны прижиться, они просто нужны здесь. Пикап, во многом, это символ малого и среднего бизнеса в Америке. Да, у нас пикап пока еще это символ, скорее, игрушки какого-то там, не знаю, очень состоятельного человека, который просто использует ее буквально для своих каких-то там, не знаю. Но, с другой стороны, вот сегодня после разговора с одним уважаемым журналистом я понял, что это нет, не совсем игрушка. Есть зона, где эти игрушки просто, что называется, жизненнообходимость. За Уралом. Да, вот, и, а раз так, то, раз, им, они просто говорят, нам нужна такая машина, дайте нам, пожалуйста, эту машину, отпихиваться от того, что это потребности, ну, бессмысленно. То есть, надо просто найти способ эти машины сюда завозить и продавать. И, раз уж появилась такая вот компания, ну, там, назовем их там, амантюристов, которые, амантюристы в хорошем смысле, приехать в Россию и попытаться этот лед, так сказать, невнимание к этому продукту растопить, попробовать это сделать, причем всеми официальными способами. То есть, никакой там, нет идеи провести это в серую, там, какие-то частные лица, там, попытаться использовать механизмы, а точные, там, другими компаниями ввоза в страну машины, не предусматривающие, так сказать, легитимности, это, это не этот случай. Они, как раз таки, так, все-таки законопослушное общество и пытается проводить все, так сказать, в лоб и в белую. Но в этом как раз и кроется самая главная причина их будущего поражения. Потому что они белые, они несчастные, они абсолютно честные, они учат сейчас по словарю слово «откат», «взъятка», и они в этом должны как-то существовать, при том, что и ментальность у них американская, и, вообще-то, в принципе, они американцы. Да, но, с другой стороны, они прошли вот это вот, видимо, в китайском выражении слово «откат» и «взъятка». Взъятку, собственно, китайцы и придумали. А, ну, это, видимо, скорее всего. Окей, я не могу, так сказать, за них отвечать, как они собираются, все эти вещи, но настройник был абсолютно вот такой вот правильный. Давайте мы все сделаем, как положено, с самого начала. Перерыв на новости, потом продолжим. А также с Александром Ивановым, вице-президентом Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», и мы как раз говорим о том, как в нашей стране, может быть, наконец-то будут легально продаваться знаменитые американские Форды серии «Ф». Ну, те самые, которые, «Ф-150». Саш, так вот, эти американские энтузиасты, попробовавшие Китай, видимо, покорившие еще какие-то рынки. Какие они перед этим взяли? Корея, ты сказал? Я так полагаю, что, опять же, это все рынки, где тестируется какая-то продукция, которая не продается официально. Понятно, что это малоприятно, предположим, официальным представительствам компании, потому что это, по большому счету, внедрение в их сферу деятельности. Но, с другой стороны, для американцев это норма, потому что ни одна компания, даже самая крупная, не может покрыть все новинки, которые возникают на рынке, все веяния, которые возникают на рынке. Поэтому в Штатах вообще к такому роду бизнес относится с пониманием, я просто скажу, даже с позитивом, потому что они закрывают те ниши, которые не способны закрыть корпорации. То есть в Китай и в Корею они пришли легально, несмотря на то, что там существует дилерская сеть легкового «Форда» и коммерческого? Насчет Кореи я просто не знаю, но насчет Китая знаю точно, что пять лет они там бодались и с китайскими реалями, и плюс еще, конечно же, с реалями, видимо, корпоративными «Фордовыми». И в итоге все-таки у них налажен достаточно приличный туда уже сбыт. Но Китай — это один из рынков, которым интересен. Россия тоже крайне интересный рынок. Хотя Россия, ну, понятно, что в численности населения там нам сколько нам нужно? Пару тысяч лет, наверное. Ну, учитывая тенденцию к сокращению населения, мы, наверное, лет где-нибудь через 50 вымрем до рубежа меньше 100 миллионов. Вот, но тем не менее 100 миллионов — все-таки это цифра, которая доставляет, ну, в большом счете, надеяться, что рынок все-таки достаточно мощный. Тем более все мы знаем о амбициях российского рынка стать первым европейским рынком с объемом 4 миллиона машин, обогнать Германию. Ну, почему бы и нет? Вот, я почему бы думаю, что так оно и будет, и, может быть, даже раньше, чем прогнозы, там, 18-го или 20-го года. Все будет зависеть, конечно, от многих факторов, но так как я вообще по натуре оптимист, поэтому я считаю, что все у нас будет хорошо. Да, жизнь станет лучше, жизнь станет веселее, это понятно. Итого, американцы, которые попробовали на свой страх и риск другие спорные рынки, приходят к нам сюда. И вот почему, собственно, столько внимания я сейчас уделяю в разговоре именно появлению Форда серии F. Ведь на выставках регулярно мелькают всяческие экзотические машины. Новенькие, пожалуйста, купите на свой страх и риск. Особенность в том, что эти люди, американцы, пришедшие к нам сюда на пробу, уже на сегодняшний день договорились о том, что эти машины будут обслуживаться в официальной дилерской сети Форда. Не совсем так. Я объясню там, в чем, как бы, нюанс. Есть договоренность с Фордом корпоративным, отвечающим за направление траков, FF серии в частности, о том, что они будут поддерживать гарантийный ремонт этих машин. Сеть еще должна быть создана. Нынешняя сеть Фордовая. Есть целый процесс, так сказать, переговоров с Форд Россией для того, чтобы убедить их открыть ворота для этого бизнеса. И если, скажем, у них нет возможности или желания заниматься этим на сегодняшний момент, то есть инициативная, так сказать, группа бизнеса, которая хотела бы это все проводить вот сейчас. Либо силами своими, собственными, с поддержкой Форда корпоративного в Америке, либо уже с поддержкой и в России в том числе. Но, тем не менее, гарантия уже есть. То есть вот эти машины, которые приходят сюда, они приходят сразу с гарантийной поддержкой. Другое дело вопрос, как она будет реализована, чьими силами. Да, но сейчас надо понимать, что так как это первый, можно сказать... Второй день в нашей стране. То есть надо будет дождаться процесса амалогации этих машин или сертификации, всех вот этих вот процедур, которые требуют для полноценного запуска. Но с чего-то надо начинать. Вот я считаю, что сейчас, да, это самый сложный период. Вот стартап, огромное количество неизвестных вопросов. Люди все, ну, во многом, так сказать, больше в пессимизм прибывают, чем в оптимизме. Это американцы? Нет, нет, они, кстати, они оптимисты. У них, как они мне говорили, что если нам говорят, что это невозможно, значит, мы точно этим начинаем заниматься. Потому что для нас это, видимо, что-то там есть такое интересное. Потому что мы прошли точно такую же школу на китайском рынке, и там тоже очень непросто все было. Но в итоге все, так сказать, состоялось, и российский рынок в этом смысле, ну, имеет не меньше интереса, а может даже больше. Потому что все-таки наша природа и наша, вот наша, так сказать, разухабистость, она в каком-то стиле, ну, гораздо более сильная, чем, скажем, в Китае. Потому что Китай все равно, это больше Китай... Слушай, ну, мы, в конце концов, ковбои, мы же не едим палочками. Это да, это раз, и потом у нас, ну, честно говоря, у нас где-то в крови это все сидит, нам нужно выезжать на просторы. Я вот сейчас, часто мы спорим там между собой, что какая модель более близка, скажем, России, европейская либо американская. Мое убеждение, что все-таки американская ближе нам. Это модель между этого, общества или автомобиля? Автомобильного, так сказать, восприятия, потому что все равно маленькие машинки, узкие улочки, экономия там на каждом, так сказать, чихе, это все-таки, ну, не совсем наш формат. Ну, мы, во-первых, масштабные ребята, во-вторых, все-таки в нас азиатчина, мы машину меряем на килограммы и на метры. Это даже не американизм, это чисто наше русское слияние двух культур, потому как, если машина стоит 3 копейки, но она выглядит на 10 рублей, так это наше, а не наоборот. А в Европе желательно, чтобы она все-таки была именно наоборот. Маленькая, да. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, все-таки связано с историческими вот этими реалиями, что страна большая, дороги... Не будет. Их мало. Не переживай, не будет. Да-да-да. И поэтому... Росавтодор будет всегда, дорог не будет никогда. Рано или поздно что-то все-таки будет и с дорогами, но, опять же, потому что я оптимист, я считаю, что в нашей стране все наладится рано или поздно. Ну, должно, по крайней мере, просто силу, так сказать, эволюции. Дорожные отрасли нашей страны официально 150 лет. Есть такое дело. Наладится, конечно. Так вот, поехали, что возвращается к пикапу. Мне кажется, пикап это все-таки продукт очень пригодный для России. Россия пока еще, может быть, не воспринимает его, потому что здесь его не было. Общее количество машин, официально продаваемых в России, вот сегодня, это порядка 300. Но ввоз частных лиц секонд-хенда говорит о том, что интерес есть, потому что пикапы очень тоненьким, но, тем не менее, слоем намазаны по всей стране. И Раптор на тебя может вырулить в Южно-Сахалинске совершенно точно так же, как ильжигуль. И ты внезапно вдруг увидишь такую большую штуковину, по большому счету, в любой географической точке нашей страны, потому что понимание есть, возможности нет. То есть не все рискуют взять столь серьезный аппарат, понимая, что по запчастям будут какие-то трудности. Но машина ментальна и технически, ведь это же ближайший аналог грузовика. Собственно, грузовики на нашем бездорожье выживают. Но у нас грузовик, как правило, не бывает комфортабельным, не бывает полноприводным и не бывает рассчитан на количество мест больше двух. А здесь у тебя кабина пятиместная заведомо, плюс сзади у тебя еще тонна, полторы, две груза, и все это на полном приводе, и все это не разваливается. И все это, к тому же, еще достаточно красиво, потому что все равно мы любим глазами. Да, конечно. И не только, как мужчина говорит, вообще, мне кажется, в России любят все красивое. Вот, а пикапы все-таки красивые машины, надо сказать. И даже, можно сказать, за трапезным, может быть, таком базовом оснащении все равно это машина, которая выглядит очень внушительно и очень красиво. А уж тем более, когда на нее навешивается куча всякого оборудования. Причем, это вообще отдельная статья о бизнесе и в Штатах. Я думаю, что и у нас это будет. Люди любят свои машины, как своих, так сказать, лошадей в древности. Да, абсолютно точно. Им хочется их холить, леять, кормить, там, не знаю, и гордиться этими машинами. Поэтому пикап в этом смысле, конечно, подтверждение вот их индивидуальности, тех владельцев. Как у нас было всю жизнь на Руси, люди хвастались не избой, а хвастались конем. Потому что избу-то у него рано или поздно сожгут, а вот на этом коне он, если что, во-первых, уйдет в лес, а потом оттуда вернется с партизанским отрядом и сожжет избу тому, кто сделал ему эту неприятность. Конем хвастались и, соответственно, теперь мало кто говорит, у меня восьмикомнатная квартира на Патриаршах. Говорит, ты посмотри, какой у меня Мерседес. А со временем, соответственно, посмотри, какой у меня пикап. Потому что пикап, он завораживает. А если на него еще поставить АРБ-шный таран спереди, да противооткатную штуку сзади, да силовые пороги по кругу. Вот поэтому я считаю, что вопрос, честно говоря, общего подхода к этому виду. Потому что рынок хочет такой автомобиль иметь. Он просто хочет. Это некая потребность, которую просто необходимо восполнить. Кто-то должен сделать первый шаг. Многие компании, в том числе и Форд, конечно, пытаются продавать пикапы. И мы знаем Ниссан, и там, не знаю, и Сан-Йонг, и прочие компании. В том числе, кстати, и УАЗ теперь пытаются продавать эти. Потому что продукт сам по себе, он нужен. Вот-вот он должен просто разбудить население и сказать, ребята, вот же у нас машина-то есть. В данном случае задача, как мне кажется, стартапа, что есть пикапы и пикапы. Есть пикапы полноразмерные, а есть пикапы, так сказать, а-ля пикапы. Есть под Европу, под ее незначительную жилплощадь, а есть настоящие пикапы. Раззудись плечо, размахнись рука. Да, да. И тем более, что вот опять же, ну вот сейчас тот самый момент, я не знаю, как назвать, процесс зачатия всего этого дела. Вчера было рано, завтра будет поздно. Хочешь, чтобы все-таки это было вовремя. И в данном случае, опять же, вернусь к тому, что пока это все процесс подготовительный, но все это может уложиться в очень короткие сроки, на самом деле. Потому что настрой боевой, вот, мы как, так сказать, ассоциация, мы, конечно, в этом смысле можем только вот пытаться объяснить скорее тому, что это потенциально очень серьезный кусок бизнеса для и существующих дилеров. Вот, пока это, там, скажем, малоосязаемо, но если все-таки судить по, по крайней мере, намерениям страны, там, все-таки переходить к строению, так сказать, экономического благосостояния через малый и средний бизнес, то это будет драйвером всего этого потребления от этих машин. Ну, так ты особо пропаганде-то не верь. Вот у нас на Дальнем Востоке малый и средний бизнес накрыло волной, так по этому поводу даже никто и не всплакнул. А в Москве Собянин, например, его просто уничтожил. Ну, так как передача не политическая, я поэтому буду больше говорить о том, что я вижу, опять же, в пикапах, как некий символ возрождения российского предпринимательства. То есть ты считаешь, что эта машина даже будет в глубинке не для того, чтобы квадроцикл ловить, возить? Сейчас это квадроциклов ловить, да, но нет, она не должна, потому что эта машина, она просто удобная именно для бизнеса. Она самая универсальная, на самом деле, но перерыв на новости, потом продолжим. Александр Иванов, вице-президент Ассоциации Российские Автомобильные Дилеры. Мы смакуем стартап Ford F в нашей стране. Есть ощущение, что из этого может что-то получиться. Это тот самый момент, когда вот она, звезда восходит, рождается, появляется что-то новое, а мы как раз сидим здесь вдвоем в студии и верим в то, что получится. Хотя иностранцы ведь в курсе, что у нас дальше березины-то мало что в этой стране проходит. Обычно все иностранцы погибают на березине. Ой, да, и мы знаем, так сказать, много исторических примеров того, как мало кто там доходил. В Москве, конечно, бывало, заходили, а дальше все-таки возвращались. Да, но тем не менее все равно все развивается и продолжается, поэтому есть основания полагать, что этот проект взородышно не умрет. Вот, и одна из, кстати, одна из идей, которую хотелось бы... А стратегии? Вот у американцев стратегия есть? Вообще... Пришли в Москву на выставку и... А дальше у них есть несколько сценариев развития событий. Значит, первый сценарий для нас самый плохой, но показались и исчезли. Значит, да, это просто потратили деньги, кучу нервов и, там, не знаю, серых, седых волос. Но этот сценарий, как бы, опять же, скорее даже в наших головах, чем в их головах. У них в головах сценарий первый — это консервативный, когда после процедур сертификации и, так сказать, оформления всех необходимых бумаг запускается бизнес. Вид на жительство. Да, и потом все это превращается в некую такую, ну, там, слабую струйку вот этого бизнеса, который, там, лет через 10-15 превращается там в нечто серьезное, на что обращают внимание уже там корпорации. Второй сценарий, вот, на который, собственно, я больше рассчитываю, что попав в волну вот этого все-таки, может быть, пока еще такой вот, может быть, не очень сильной волны, но тем не менее волну роста среднего класса и малого бизнеса, продукт может стать настолько интересным, что потребуется, в буквальном смысле, ну, серьезное производство этих машин. Причем производство, не обязательно, то есть, не заводить его, а прямо буквально, в смысле, собирать его здесь. И для этого есть, ну, как бы, некие мысли, которые вот, в частности, вот эта американская компания, которая называется V-Track Automotive, она собирается изложить свои мысли представительством Ford и Solars, или Ford Solars. Вот, для чего? Для того, чтобы просто-напросто сказать, ребят, вот, есть продукт, и сейчас пока завозить его крайне сложно, потому что очень большие таможенные пошли, и крайне там неприятные процедуры всех этих вот представительных процессов, но если все-таки страна хотела бы, что эти машины развивать и показывать, то почему бы нам его, там, скажем, не начать собирать в России на этой стадии? Ну, вот тут одно очень неплохое слово — это страна. Страна бы хотела. Страна — это кто? Это вот те, которые сверху дым по барабану. Нам это было бы интересно, но, к сожалению, мы не рулим заводами. Но, тем не менее, есть некая такая критическая масса, которая все-таки заставляет все элементы страны, в общем-то, думать более-менее одинаково. Или, по крайней мере... Есть государственная структура под названием «Солерс», у которой даже есть специальные лоббисты наверху, например, только что запретившие коммерческой технике конкурировать с производством их фургонов елабужских, и сразу, соответственно, по рукам получили все, кто только можно. Все остальные игроки тихо утонули. Это говорит о том, что ребята умеют лоббировать свои интересы, собственно, чем бизнес обычно и занимается. И у них целый завод в Елабуке, который собирает в этой стране вообще никому не нужные эксплореры, то есть такая провальная машина, в которую играть можно сколько угодно. Но почему бы не попробовать, например, пикап более востребованный, тем более адресованный уже какой-то целевой аудитории, тех же самых по состоятельности людей, потому что и вот этот никчемный легковой автомобиль за 2 миллиона, а здесь можно производить уже пикап, у которого есть какая-то перспектива принести пользу, а не просто увеселять владельца. — Очень-очень хочется надеяться, что кто-то из «Солерс» это услышит, потому что... — Сейчас они валидол закосят и продолжат слышать. — Потому что это, на мой взгляд, это интересный проект. И более того, сейчас все-таки одна из машин, которая сейчас выставляется на «Интеравто», она на двойном топливе, то есть это газ и бензин. И на одной заправке вот такой машины можно проехать там больше тысячи километров. Я думаю, что для... Может быть, для Москвы это не актуально, но где-нибудь для какого-нибудь сибирского городка или какого-нибудь прииска, расположенного где-то там в Магаданских степях или там на просторах реки Колымы, это реальная, в общем-то, потребность, чтобы была такая машина. Есть свои нюансы, связанные с температурным режимом и так далее, но с другой стороны, это, в общем-то, даже и для России было бы неплохо иметь продукт, работающих на газе. И продукт уже готов. Его надо просто-напросто принять и помочь ему развиваться на российском рынке. Вот тут вам в таком случае логотип Форда будет мешать, вернее, не вам, а им, потому что у нас официально провозглашена программа газификации, в том числе муниципального транспорта. Медведев распорядился, чтобы 50% муниципального транспорта работало на газу, включая трамваи и метро с троллейбусами. Поэтому у нас в эту программу срочно включился АвтоВАЗ и КАМАЗ. И вот Форд тоже готов уже предложить готовый продукт. Да, но Форд, надо опять же вспомнить, что Форд был тот самый инвестор, который в 1932 году запустил завод в Нижнем Новгороде, в Горьком, кстати, моем родном городе. Потому что я думаю, что есть просто некие такие инноваторские компании, их не так уж много, кстати, в мире. Одна из них, мне кажется, Форд. Потому что они дают иногда такие продукты, которые потом становятся вехами в развитии. Может быть, сейчас наступила эта самая эра для России опять обратить внимание на Форд, как промоутер или, как сказать, двигатели новой волны предпринимательства России. Но вот эта двухтопливная машина, она ведь не заводской установки, а это же дилерское оборудование. Это да, это пока оборудование, так сказать, компаний, которые занимаются конвертацией, так они называют, или тюнингом этих машин. Но, с другой стороны, как только вырастет потребность в этих машинах уже в промышленных объемах, то, конечно же, завод тут же это все делает самостоятельно. В данном случае здесь, опять же, есть интересное явление в Штатах, потому что там есть одна интересная такая выставка, которая проходит раз в году в Лас-Вегасе, где собирается, ну, огромное количество просто народу, занимающийся продажей или усовершенствованием серийных машин и установкой всего там, что можно установить на машины, которые не устанавливаются на заводах. И самое, что интересно, что если раньше такие выставки игнорировались производителями и считали, что это какая-то там вражеская там операция, которая пытается там что-то такое сделать с их машинами, то теперь почти все основные производители находятся на этих выставках и изучают, что там происходит. Доработки. Да, потому что они просто поняли, что это естественный процесс. Люди хотят там тюнинговать свои машины, люди хотят что-то там делать новое, чего у них просто не хватает, ну, там, либо ресурса, либо просто желания, либо вообще они просто даже в эту сторону не думают. Но человеческая, так сказать, инициатива, она гораздо шире, чем, скажем, КБ какого-нибудь завода. Она гораздо креативней. Это точно. Но вернемся к этим американцам. Итого, один из сценариев у них подразумевает, в том числе промышленную сборку F-серии у нас в стране. Если удастся договориться с представительствами Solaris, Ford, или Solaris, или Ford, неважно, какая сейчас будет комбинация, о том, что продукт имеет право на жизнь, то тогда это может превратиться, ну, действительно, в какую-то сборку там формата полноценной, там, скажем, сборки, или это будет там, так сказать, крупнозловая сборка, как мы называем, там, SKD. Но неважно, просто на счет надо начать. И как раз-таки есть понимание того, что вот эта сборка, если она будет воспринята компаниями, которые могут реально в этом поучаствовать, следующий этап – это просто пропаганда вот этого транспорта уже не на уровне какого-то вот игрушечки, да, или там какой-то вот там моей любимой машинки, которая у меня стоит там, восьмая в гараже. Она должна быть... Лучшая пропаганда любого товара – это его цена. Согласен. Вот. Но если мы говорим, скажем, аналог американский рынок, то это продукт... Американский рынок вот здесь по ценам настолько выигрывает перед нами, что мы в ближайшие века можем только облизываться. Да, но опять же, там все, как сказать, у них это машина повседневная, то есть это не лакшери, это их машина для их нужд каждодневных. Ну просто съездить за Биг Маком в соседнюю деревню. Ну либо отвезти кому-то там какое-нибудь стекло, либо там привезти какие-нибудь там, не знаю, двери и так далее. Это пара лампочек, в конце концов, кинул их в пузо и повез. Да, но это опять же, это малый бизнес, то есть это дело там крайне развито. Поэтому, конечно, вот для нас пикапы это пока еще такая вот неведомая там корова, которая непонятно там с какой стороны подойти. Рано или поздно это наступит. Вот. Вопрос, что это будет, какой это будет продукт. Но так как пикапы просто, ну, уже десятилетия завоевали популярность на рынке, где это самая распространенная форма, так сказать, вот реализации своих потенциалов, я имею в виду человеческой. Я хочу быть там, я хочу хозяином быть своей судьбы и жизни. Я хочу что-то там делать, строить, там предлагать и так далее. Мне нужна машина, которая мне нужна не просто там для моих, там не знаю, услат, а я хочу еще и машинами, которые мне помогают. Пикап, как раз таки, вот та самая комбинация. Я поеду, скажем, грубо говоря, там на работу, но потом съезжу там еще по делам моим личным. И мне будет не стыдно, потому что у меня такой классный, хромированный Раптор. Я вольный бизнесмен, поэтому мне нужен Раптор, Ремингтон и Ундервуд. И вот с этими тремя изделиями я уж как-нибудь свою судьбу выстрою. Да. Поэтому, если так вот суммировать, так сказать, все сказанное, можно просто рассчитывать на то, что у России есть очень серьезный потенциал. Я думаю, что мало было продуктов, ну если начинать там, не знаю, там чуть ли не с 30-х годов, в которые вот ну просто попадали. Вот был в свое время этот вот полуторка в свое время, которая там стала легендарной и до войны, и во время войны. Ну безальтернативно легендарной, поскольку какие еще варианты. Ну да, согласен, да. Пикап в какой-то степени может стать таким же продуктом. И вообще есть, конечно, большое количество компаний, которые вот, может быть, сейчас пытаются войти, но опять же вот, ну если возьмем там тот же самый ГАЗ, потому что, ну уважаемые предприятия там и так далее, но они потеряли свой легковой бизнес в силу того, что просто продукция оказалась неконкурентной. И они похоронили все свое полноприводное направление, потому что у них осталась, конечно, пара жалких ГАЗ, но раньше они очень серьезно работали над темой полного привода и создавали очень интересные внедорожники, которые ни один из них в серию не пошел. Я думаю, что во многом это следствие просто, ну действительно, вот постепенного упадка нашей индустрии. И это, тут можно масса всяких там проверить примеров, почему это произошло. Индустрия продолжает падать, а пикап будет востребован? А пикап должен, мне кажется, эту индустрию возродить. Уже нету, потому что пикап это все-таки орудие производства среднего бизнеса, а индустрия, это государственные задачи масштабные, а государство деградирует, и индустрия, к сожалению, тоже потихонечку дохнет. Если все-таки будем надеяться, государство будет восстанавливаться, вот, то потребуются инструментарии для того, чтобы эти все восстановительные меры... Если ты хочешь дождаться, когда наше государство начнет возрождаться, то это нашим внукам можно завещать. А Форд вот уже, вот он стоит на выставке. Да, и... Небольшой лак временной такой, века в два. Вообще, конечно, если есть возможность вот у слушателей посетить это интерафт, на эти машинки, просто хотя бы почувствовать, насколько действительно эти машины наши. Наши, вот это точно. Вот подходишь, эту большую штуку видишь и понимаешь, родное, вот прямо на сердце ложится. Вот что-то там есть такое, я не знаю, я сам вот себя поймал на мысли, что почему-то когда сел туда, господи, думаешь, что-то прям вот, вроде бы, все какое-то иностранное, а с другой стороны внутри, вот чувствуешь, что это вот как раз мое. Ты когда маленьким был, ты свинчатку в кармане носил? У меня была. А вот это вот, ты стал побольше, и она выросла. Ну, в общем, да, да, ну, хотя я свинчатку носил, скорее всего, для другой цели, но неважно. Нет, понятно, мы все свинчатку носили для разных целей, но она была у каждого советского мальчишки в кармане в обязательном порядке. Ну, у каждого второго. Ну, естественно. А вот теперь она, я тоже не был друченом, но в кармане она у меня была. А вот теперь, вот она, олицетворение уже только в другом технологическом витке исполнения, настоящий большой форт. Перерыв на новости. А также с Александром Ивановым, вице-президентом Ассоциации Российские Автомобильные Дилеры, и мы говорим о том, какие перспективы в нашей стране о неведомой зверушке под названием Ford Series F. Саш, а почему они вдруг в Руат-то пришли? У нас же есть там всякие АЕБ, в конце концов, они могли лишь зайти через официальный Ford. Я думаю, что это связано с тем, что, во-первых, АЕБ это все-таки клуб производителей европейский. Есть отделение специальное АЕБ, которое занимается как раз вот, объединяет всех производителей. Причем это называется ассоциация европейского бизнеса, туда входят в том числе и корейские бизнесы, японский бизнес и так далее. То есть это какая-то некая интересная форма представления европейского бизнеса. Кстати говоря, вот здесь есть очень интересный момент, что сейчас практически весь мир, который пытается узнать, что происходит в России именно в автомобильном секторе, они берут статистику именно АЕБ. Но АЕБ, надо понимать, что это статистика не совсем, так сказать, точно отражающая реалии рынка, потому что это все-таки статистика продаж импортера-дилеру. Есть компании, которые тоже считают статистику продаж конечным потребителем, но это не вся статистика. Поэтому в России до сих пор нет статистики, которые официально бы говорят, что вот эта статистика продаж. Вот. Руат имеет такую возможность эту статистику давать. Вот. Но это не потому, что не из-за этого к нам пришла, скажем, эта компания из Америки. Она просто понимает... Тыкалась, тыкалась, она помер. Она просто узнала про нашу конвенцию. У нас впервые запущена конвенция Руат. Это мероприятие, которое объединяет конференцию и выставку. И, видимо, через сайт они узнали о том, что у нас проходит такая конвенция и попросились стать одним из экспонентов. И они привезли самолетом, кстати говоря, из Калифорнии, привезли сюда первую вот эту вот F-серию в апреле. Вот. Но это была совсем там, можно сказать, авантюра, потому что, ну, не знаю, везти самолетом из Калифорнии машину, тем не менее, привезли. Вот, что называется, упертость какая-то. Другие сказали, ну, что за ерунда там, безумные деньги и так далее. Вот это вот отличает их немножко от нас, потому что у нас пока еще спит вот этот интерес. У нас есть, конечно, категория, которая сейчас уже растет, и их все больше и больше людей, которые не боятся трудностей, а пытаются там свою идею, там, может быть, свою мечту осуществить. Вот. Но там это, ну, почти норма. Вот эта вот вся пресловутая американская мечта, это, в общем-то, для огромного количества американцев это некая реальность. Вот. И одна из них вот сейчас воплощается в жизнь. Так вот, они, попытавшись в апреле показать свою машинку, поняли, это, видимо, только самое начало. И вот следующий шаг был вступить в РУАД в качестве ассоциированного члена, то есть не дилера из России, а дилера или компаний вне России, либо работающие там с российскими дилерами. И так вы сразу стали международной организацией. И да, вот ни с того ни с сего вдруг мы стали организацией. Хотя, конечно, это звучит, может быть, сильно, но с другой стороны есть аналоги, потому что РУАД, по сути, очень схожая организация на похожую ассоциацию в США, которая называется НАДО, на идее, собственно, конвенция тоже, на идее, она тоже практически взята за основу для нашей конвенции, когда совмещается выставка и конференции и обучение. Но тем не менее, я считаю, что я не вижу ничего в этом плохого. для меня копирование хороших примеров это более быстрая форма обучения. То есть, берешь там лучшее и пытаешься на своей территории все это реализовать. Поэтому меня не смущает то, что это может быть у них или у нас. Я часто слышу такие аргументы, что, а что там, мы все время смотрим на кого-то, почему-нибудь там не сами. Я говорю, ну хорошо. А сами это автомат калашников. Да, у нас есть очень хороший автомат калашник, у нас есть там другие там продукты соответствующих ведомств. Но с другой стороны, я говорю, слушайте, ну вот вы сидите, например, вы сейчас сидите там в отеле, который не носит название там Колобок или какой-нибудь там, не знаю, избушка, а это отель там какого-нибудь европейского бренда. Вы ездите на машине, которая тоже, почему-то, тоже не называется там, вот скажем... Не москвич. Да. Вы берете телефон, который тоже почему-то вот не какая-то там, не знаю, наши там рижские телефоны, у вас почему-то многие вещи, которые вас окружают, вы уже сейчас не стесняетесь об этом говорить, что вы используете то, что кто-то сделал не нами. Почему же вы там так относитесь, скажем, к каким-то хорошим идеям, которые существуют не у нас, они просто появились там в силу объективных причин раньше где-то, так давайте их возьмем и используем и сделаем мы на нашей территории то, что нам подходит. В том числе и Ford F-150. Да, потому что F-150, да, это просто продукт, который, на мой взгляд, он просто стучится к нам в дверь и говорит, господи, пустите меня на этот рынок, я же хороший. И у нас народ ходит так вот, смотрит на него, да, симпатичный такой, ну, потом я с ним, так сказать, повидаюсь, а он стучится, сучится, и вот сейчас вот начинает пробиваться, и причем, да, пробивается пока вот силами там вот этих вот интерпренеров из Америки, но это опять же естественно, потому что это их родина, как бы они знают продукт, они его любят, и они сейчас пытаются эту вот любовь там передать уже сюда. Слушай, но Ford F-150, он идет под категорию легковую B, а дальше под грузовую C, и по таможне у него получается очень неласково. Там неласково, да, но это опять же, это разговор к тому, что если брать, скажем, вот варианты серых растаможек, да, это подгонка под какой-то там оптимальный режим наименее затратный для компаний, которая этим занимается. Но это все, на мой взгляд... Это их левые дела, потому что у них в конце концов сиюминутный результат. Если завтра не получится, они бросят и забудут. Эти американцы, приходящие к нам, они хотят надолго, они хотят по-честному. Да, они хотят по-честному. Поэтому, соответственно, у них будет и растаможка в лоб, и, соответственно, аппарат этот будет стоить как самолет. Он будет стоить, наверное, все-таки так же, как сейчас стоит, предположим, предлагаемый продукт серыми дилерами, да, или, скажем, неофициальными дилерами. Только разница в том, что у серого дилера вся эта вот дельта, она будет уходить, так сказать, на развитие серого от этого дилерства. А здесь она практически вся уйдет в государство. Ну, не знаю, там, с точки зрения государства, наверное, это будет даже более привлекательной формой бизнеса, чем, скажем, оставлять все как есть. На мой взгляд, было бы неплохо, если все-таки нас, ну, во-первых, прислушались к тому, что есть продукт, который сейчас российский рынок хотел бы иметь, и пока ему пробиться это очень сложно в силу вот этих вот запретительных, заградительных там, таможенных пошлин и других регуляционных мер. вот, если нам удастся, так сказать, стряхнуть часть людей, имеющие полномочия решать эти вопросы и, может быть, задуматься о том, что эту машину бы неплохо бы все-таки на рынок пустить, пустить ее в таком, в крупном объеме, это может быть либо, опять же, сбор какая-то крупная зловая, может быть, уже последующие там какие-нибудь там лицензии и прочее. это вопрос требующий, так сказать, проработки, но должна появиться по сути воля не только вот со стороны там, какие-то группы небольших интерпретарионов, но в том числе и от тех людей, которые это решают эти вопросы на госуровне, чтобы они открыли эти забрала и пустили на рынок столь нужный, мне кажется, нашему народу, нашей стране. Нашему народу все надо от хлеба и зрелища и заканчивая в том числе автомобилями. Но вот эти вот американцы, которые на самом деле занимаются доводкой пикапов у себя там, они насколько успешны? Ведь в Америке не торгуют, они только на внешний рынок выходят. это практически 100% продажа на внешний рынок. То есть у них есть опыт уже общения с государственными структурами, они же Китай так или иначе смогли одолеть, хотя это довольно сложно. Они в Корею как-то пробились, они вышли еще на какие-то рынки. То есть они все-таки обучены ходить по вот этим неласковым ковровым дорожкам, той или иной власти. И получается, что здесь всего лишь наша задача дать им возможность открыть дверь, чтобы они уже вышли на уровень, вот какой только это уровень. но поэтому они ищут вообще-то локальных партнеров, которые вот эти дорожки ковровые все-таки знают лучше, чем они сами, которые могут по этим дорожкам провести в правильный, так сказать, угол или в правильные двери. Нужны партнеры, конечно, нужны компании, которые бы сказали, да, давайте работать вместе, потому что у вас там есть своя там экспертиза, у нас есть своя экспертиза, давайте эту экспертизу превратим, ну, так сказать, в хороший, интересный бизнес, который и доходный, и в то же время нужный этой стране. А по-хорошему это ход для серого дилера, который хочет легализоваться, потому что он впервые получит возможность, взяв под себя фордовское направление и выступив в том числе сервисом с гарантией, наконец-то часть своего бизнеса легализовать. Да, но с другой стороны, я думаю, что вот компания, предположим, возьмем Форд, Форд говорит, я не хочу заниматься этими машинами, мне нет времени, у меня нет желания, мне нет ресурсов этим заниматься. Потому что потенциал рынка небольшой. Да, но тем не менее, все равно, а есть категория, а я хочу этим заниматься, дайте. Вот сейчас эта категория этих бизнесов, они считаются серый дилер или там черный, какой угодно, потому что никакой поддержки от завода у него, естественно, нет и так далее. Вот, опять же, вариант, так сказать, разный рынок, он не будет запрещать ему, он скажет, хорошо делает, но я хочу как бы быть в курсе, что ты там делаешь, и если там ты делаешь что-то нехорошо, то я должен быть по крайней мере информирован о том, что может что-то поправить. Это, не дай бог, какие-нибудь там репутационные риски для компании, для бренда и так далее, но здесь не об этом речь, просто есть серый импорт, который, это как вот трава, пробивающая асфальт, да, вот она пробивает асфальт, хочешь ты или не хочешь, она будет его пробивать, как бы ты там не бетонировал. Это жизнь, вот, поэтому есть эти серые дилеры, которые хотят это все развивать, потому что есть люди, которые хотят купить этот продукт. Это точно, такие есть. Скажи, а вот для Америки это вообще в целом характерная модель, когда сидят люди за письменным столом у себя в Штатах в достаточно сытой ситуации и говорят, а давайте-ка мы авантюрно попробуем со своим товаром какую-нибудь другую страну. Не важно, что это должен быть автомобиль и, например, Китай или Россия, но это может быть там, не знаю, Патефон и ЮАР или, например, я не знаю, там Apple какой-нибудь и Монголия. Вот у них это характерно или это исключение даже для Америки? Нет, нет, это как раз вот, вот мое мнение, это характерная ситуация, потому что эта компания нашла нишу свою, да, вот и ведь... Ну, это нашла, а вообще таких много по Америке? Много, много, вот если опять же есть поехать туда и посмотреть, как там все развивается, то есть люди ищут ниши, люди ищут там, где пока никого нет, либо, скажем, есть, но мало, либо не так развито, это часть их ментальности зарабатывать деньги. Хочется пробовать. Да, хочется пробовать, да, потому что, если ты не попробуешь, то тогда тебя, скорее всего, подомнут, ты будешь не сам что-то такое продавать или там создавать, а будешь работать на кого-то, кто это делает, вот, и тут вопрос к тебе лично, ты хочешь работать как наемный работник или хочешь быть интерпренером? Опять же, братья, если американский рынок, то мне кажется, там вот это вот мощнейшее чувство собственности такое, я хочу быть сам, независимый и так далее. Это не всем по карману, это не всем по зубам, но желание их есть. Вот данной компанией, вот у них получилось это в Китае, и я очень надеюсь, что это получится и в России. Ну, когда они самолетами катают машинку сюда на выставку, чтобы она Россию посмотрела, а потом, видимо, увозят ее обратно, потому что продать ее здесь некуда. Продали, кстати, машину, они продали ее, но продали опять человек, который, опять же, один из этих вот тоже фанатиков пикапов, который говорит, мне не важно, я хочу эту машину иметь любой ценой. Это был Александр Иванов, и мы выводили, видимо, на рынок нашей страны Ford Series R. Редактор субтитров А.Семкин